А вот уже второй год подряд я встречаю на острове Дариуса, который здесь отдыхает. Знакомы мы уже сколько, Дариус? Больше 10 лет, я думаю. Да, больше 10 лет. Мы сейчас просто открыли новое направление. Вернее, даже не новое, мы уже давно им занимаемся. Просто новое направление по Скандинавии, я не иду там по иммиграционным делам. Об этом я расскажу позже. А Дариус, расскажи, пожалуйста, свою историю. Где ты живешь, откуда ты приехал. Ну, то есть, вообще свою автобиографию. Здравствуйте, меня зовут Дариус, я приехал из Литвы. Я был профессиональный футболист. Это был какой год? Я приехал в 2000 году. До этого я играл профессионально 15 лет в разных странах. И в России тем более играл, и в Белоруссии, и в Эстонии, и в Латвии, и в Финляндии, и в Ферреских островах. И закончил в Швеции, и потом увидел, что Швеция очень хорошая страна для развития как тренера. То есть, ты приехал туда по спорту? По спорту. Тренировать команду тебя позвали? Таким был я тренер-консультант. Я был и тренер, и игрок, и консультировал клуб, чтобы как его развить, как дать больше идей. Потому что я 15 лет, каждую неделю 13 раз тренировался, и все равно набрался так опыта, что другие 2-3 раза в неделю не набираешь столько. Плюс интернациональные игры были, у Яфа это, и 2 игры за сборную, и все такое. Дарь, это была рабочая виза, да, из Литвы? Это было, вначале не было открытых виз. Была рабочая виза, только давали таким консультантам, которые приезжают, что-то, говорится, помогающие визы. Как у тебя было с языком? Ну, с языком уже были продвинуты чуть-чуть, потому что был у меня на Фересской отраве, был тренер с Норвегии, с Швеции, один игрок, шведский, мой лучший друг в то время, когда был командой мы, по-английски, потом он учил чуть-чуть шведский меня. Но я когда приехал, уже были какие-то, потом сходил в эту школу, ходил. Это была бесплатная школа? Да, бесплатная школа. То есть ты приехал, и через какое время ты уже попал в школу? Ну, когда попадаешь на такие условия, там приезжаешь, ты отдают квартиру, ты отдают карточку для питания, ты отдают, там такой контракт, условия, зарплаты, все другое. Это очень такие льготные условия, это очень легко вписываться, так вообще-то. Плюс ты в центре всегда, ты там в газетах все время спрашивают, как ты, что, какая стратегия клуба, как игры, каждая игра, как проходит и все другое. И вот, как всегда, в центре, ты более учился, потом начал учителем физкультуры работать, потому что лет 2 я имел образование учителя, и начал его тоже внедрять вместе со спортом. То есть это была школа, да? Да, нормальная школа. Дарис, а какая была первая зарплата, и через сколько ты уже начал получать? То есть, ну, ты приехал? Ну, как этот тренер, как этот консультант, там где-то, ну, где-то около 2000 евро в начале было такое. И плюс бесплатное жилье, да? Жилье, питание, да. То есть люди ждали тебя, да? То есть в Швеции я знаю, что очень хорошо относятся к спорту, когда такие профессионалы, как ты попадаешь туда. Да, да, да. То есть ты приехал, начал работать, получать 2000 евро. Какие были следующие? Да, дети в школу пошли мои. То есть из семьи приехали? Все устроились, да, да, да. И вот с тобой там познакомились из-за языка, из-за таких отношений к языку. А в Арвике там сколько русскоговорящих было? Ну, так уж много. Я как раз попал. 20-30, может, да? Мы как раз приглашали на Новый год. И мы как раз были там на Новый год. Снимали нашу, где мы дом купили, снимали такое помещение. Как раз пригласили вас тоже туда. Да, мы как раз отмечали Новый год. Было очень весело. А скажи, то есть ты приехал, потом дальше я знаю, ты купил себе там недвижимость, да? Да, да, дом мы купили. За сколько можно купить дом в Арвике? Ну, вот тогда в это время самое интересное, что в это время, когда я в Швеции попал, два года я жил, ну, мне снимали квартиру. А потом я купил этот дом, он стоил где-то 445-50 тысяч евро. И каждый год, самое интересное, эта цена росла на 10 тысяч евро. Каждый год. И вот за этот день, когда я жил, там выросло больше 100 тысяч евро. Это дом. Просто, просто, просто из ничего деньги сами шли. И когда ее продаешь, уже получил ты такую прибыль, что... А ты потом продал за домом, да? Да, продал. И сейчас переехали мы в еще красивее место. Мы сейчас живем возле западного побережья моря. Там очень курортное, красивое место. Называется город Стрёмстад. Там я и учителем работаю. И сейчас вот начну команду футбольную тренировать с 1 марта. А скажи, пожалуйста, вот работу учителем. Какая зарплата сейчас вот людей очень интересует? Начинающих там 2 с половиной, а уже продвинутых 3 с половиной. Это считается очень-очень маленькой зарплатой. В сравнении с другими, там, врачами, инженерами, все другое. Но оно сейчас очень интенсивно продвигается. И думаю, оно скоро... Большими темпами сейчас идет вверх. Хотят престижную сделать. Раньше было как парламент, так и учителем был одинаковый статус. А потом парламент зарплата ушла, а учителем осталось. И чуть-чуть такое вот... Но сейчас они хотят все возродить и сделать опять статусные работы учителем. Понятно. Ну а вот социальные условия как вообще в Швеции? То есть социальные идеи. Что-то такое пособие за ребенка. Потому что в школе мне нужно быть. А я когда прошу полгода до этого, заранее, что я поеду зимой, я говорю осенью, я поеду зимой на отдых, Я подберу ребенка, потому что надо мне... Вот есть такие возможности. И они не могут сказать, нет, тебе нельзя туда, и что-то другое. Если просто на отдых, то нужно быть классом, то нужно быть... Когда с ребенком это приоритет номер один. И дают, да еще доплачивают, да? Ну это есть такие столько там дней, когда ребенок рождается, там 270 дней можно быть с ребенком, государство оплачивает. А сколько оплачивает за одного ребенка? Ну каждый месяц платит 1000 крон, 1050, там где-то 130 евро где-то каждый месяц. И когда ты берешь выходные для родителей, как они называют, отцовские дни с ребенком, то там платят 80-70 процентов зарплаты. Но это хватает, и очень они рады, что отцы берут эти дни. И даже было в 2009 году, даже был закон такой, что если жена и мужчина, и муж берет одинаково, нет, им даже бонус платили. Мы до Нового года получали бонус, например, я беру, она берет, иногда я, иногда она. И мы еще дополучали где-то 3000, если все, снимаешь все эти деньги, 3000 экстра получаешь за весь период, когда ребенок еще доплачивают. Сейчас вот пришло новое государство, это социал-демократы, и они сейчас 1 января убрались, но мы уже взяли 70-80 процентов вот этого. Мы знали, что даже есть такие бонусы, так приятно было, удивлены, что даже приходит по 200-300 евро экстра, как приоритет, как отец с ребенком проводит время. Дарья, скажи, а вот по кредитованию, там какая ситуация, вот если в ипотеку взять, например, квартиру? Там тоже, да, да, там надо быть крепкие, крепкие, я говорится, корни должны быть, должна быть постоянная работа, должен иметь постоянные доходы, и тогда банк смотрит и дает. А какая процентная ставка? Ты вообще пользовался кредитами? Ну, мы купили очень красивый дом, мы продали, моя жена продала, я продал, два дома мы продали, купили один, но то не хватило, то мы брали, брали в банке кредит. И мы платим 1% ренту. 1% в месяц? Ну, она чуть-чуть, она 0,90, 1,7, в среднем 1% в месяц. Если там 2 миллиона, то ты 2000 евро платишь в год, если 2 миллиона этих крон. А годовых сколько получается в процентах? Ну, я знаю, что 1% с этого, но это очень-очень маленькие. Например, если ты покупаешь дом за 3 миллиона, ты платишь 3 тысячи крон, это очень мало, потому что одна комната и квартиру снимать, это 5-6 тысяч надо платить. А то платишь банку только 3 тысячи, а остальное ты можешь амортирировать, знаешь, как амортирировать, зацена называется, что ты можешь погасать, можешь не погашать, может... Обычно там погашают какие-то цены, но... А скажи, пожалуйста, какая сейчас в Швеции миграционная политика? Я знаю, что ты вот за, да, чтобы люди приезжали, ну, и вообще в Швеции общество к этому очень хорошо относится, да? Мы живем в таком полуострове, на другом, как здесь вот, море, и потом в другой полуострове, и там живет как раз в Сирии 200 человек. Я был на этом лагере тоже, мы там помогали с одеждой, с другими вещами. Там я проводил тренировку в футбольную с детьми, там играли, мы один день был такой. И, и у них там разные были, ну, как говорится, разговоры про это. Одни приехали, думали, что им там сразу дадут машину, дадут дом и работу, и все такое. Многие разочаровались чуть-чуть другие, не из-за того, что надо было бежать из-за войны. Они прибежали просто попользоваться этой шведской гуманностью и все другие. И даже 20-30% они уехали, уехали обратно домой. А, то есть? С моим BMW и Мерседесом, которые они оставили там с Вейк Асирией и все другое. А другие, по-настоящему, там проблематишные, там стреляли и все другое. И шведые очень-очень это, ну, они настолько они почитали, что очень многих пустилей, они очень сложные квартиры, работа, совсем. И до года не ждут люди сидят вот таком. как говорится, местности, и там подучивают шведский. То есть у них там курсы бесплатные, да? Курсы, да. А им что-то платят за это, то, что они... Ну, там уже выделяется 30 евро на каждого человека, но они на руки не получают надежду, то, что там нужно. Ну, хватает им вообще вот там лагеря? Ну, 30 евро. Не каждый из шведов имеет, который имеет пособие 30 евро в день. Значит, тысяча евро. 30 евро умножить на 30. Да, тысяча евро получается. Ты где-то тысяча евро, это нормально.